Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория Кашицына, я тревел-эксперт Бомбарбия ТВ и менеджер по туризму компании Касабланка Тревел город Киев. Я поздравляю всех с началом лета, с официальным началом сезона отпусков и сегодня хочу рассказать вам об одном отеле на Агейском побережье Турции. Я думаю, что очень многие из вас были в этом отеле, а те, кто не был, точно наверняка о нем слышали. Это отель, который называется Клаб Летуния Отель, 5 звезд и находится он в городе Фетия. Иногда, кстати, этот город еще называют Фетхи. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях мне, если кто-то из вас был в этом отеле, отдыхал, поделитесь, мне будет очень интересна ваша оценка. Я буквально совсем недавно вернулась из рекламного тура по Агейскому побережью и мне посчастливилось несколько ночей проживать в данном отеле. Поэтому я на себе попробовала и посмотрела, как же отель живет в этом сезоне 2021 после года простоя. Потому что, к сожалению, отель в 2020 году так и не открылся для гостей. Давайте для начала посмотрим на карту, где же находится этот отель, чтобы понимать масштабы, так скажем. Итак, как я уже сказала, отель находится вблизи города Фетия, это Эгейское побережье. 10 минут езды от города Фетия и где-то примерно 1 час 15 езды от аэропорта Голод, но города Даламан. Отель занимает целый частный полуостров, то есть вот это все-все-все-все-все-все, это территория одного отеля. Если мы чуть-чуть приблизим карту, вы увидите, насколько эта территория масштабная, большая. И посмотрите, какая здесь длинная пляжная полоса. Длина пляжной полосы здесь более 2 километров. Но есть очень важный нюанс. Любителям открытого моря стоит его учитывать. Ввиду своего расположения, географической особенности, вот, собственно, город Фетия здесь. Можно сделать вот так чуть-чуть помельче. Вы, лежа на пляже, будете видеть не открытый горизонт, а будете видеть сам город Фетия, вот этот. Будете видеть какие-то многочисленные маленькие островки, которые расположены здесь. Потому что островов, вот если мы сделаем совсем вот так мелко, вы увидите, что здесь этих островов достаточно много. Поэтому я знаю, что есть любители открытого моря. Ну, как бы такой нюанс стоит учитывать. И также в этом отеле есть еще один очень важный нюанс, который связан с морем. Но я о нем расскажу немножко позже. Обязательно дождитесь, когда мы будем говорить о пляжах. Я все расскажу вам. Теперь я бы хотела показать несколько фотографий этого отеля. Реальных фотографий вот с высоты птичьего полета. Чтобы можно было, опять же, оценить масштабы. Вот он, собственно, этот полуостров, на котором расположен отель. И все, что вы видите перед собой, это его территория, его пляжи. Пляжная полоса, как я уже сказала, более двух километров. Дальше можно листать, да, это вот многочисленные пляжи. Здесь вы видите бунгало на территории отеля. И дальше будет фотография, на которой я бы хотела показать основные варианты размещения в отеле. Здесь есть главный корпус и здесь есть бунгало. Вот здесь дальше, я думаю, мы увидим сейчас это. В фотографиях вот есть своя пристань для лодочек. Это бунгало, посмотрите, какая зеленая территория. Вот здесь, на этой фотографии, вы можете увидеть, что вот вверху, да, не могу, к сожалению, показать мышкой, но слева вверху вот есть бассейн, и вокруг него таким полукругом расположен корпус. Вот это главное здание. А все остальное, что вы видите, это бунгало. То есть либо так, либо так, да. Ну, теперь давайте, наверное, можно уже переходить к видео территории, к живым видео. И, кстати, такой есть интересный факт, что название этого отеля, Летуния, связано и походит от имени греческой богини Лету. Которая, по легенде, была матерью Артемиды и Аполлона. И, опять же, по легенде, именно в этом месте побережья она дала жизнь своим детям. И, конечно, архитекторы, которые занимались оформлением территории, эту античную тему обыграли в оформлении сполна. То есть здесь вы увидите очень много таких деталей, которые отсылают вас именно вот в эпоху античности. Наверное, посмотрев на карту, у вас возник уже, наверное, вопрос. Каким же образом можно по такой огромной территории передвигаться, да, кроме как пешком? И вот сейчас должен быть ответ. Вот он как раз ответ перед вами. Один из способов – это вот такие вот паровозики, которые постоянно курсируют по территории отеля. Можно в них даже просто прокатиться с детьми. Дети очень любят такое развлечение. Вот. Для тех, кто устал ходить пешком, можно вот подъехать на таком паровозике. Также в отеле есть четыре фуникулера, которые доставляют гостей верхних бунгало вниз, ну или наоборот, там, поднимают, да, чтобы не ходить по лестницам. Вот как раз на видео вы сейчас видите один из таких вариантов фуникулеров, да, это как лифт такой, кабина, которая просто вот достаточно большая, много людей туда помещается. И что хочу сказать, что отель очень удобен для гостей в колясках и с колясками. То есть, да, если вы, например, едете на отдых с детьми, у вас есть коляска, никаких проблем с передвижением по территории у вас не возникнет. И также, если гости отеля на колясках, я имею в виду людей с ограниченными возможностями, точно так везде есть пандусы, везде есть какие-то, везде ровные дорожки, можно везде, по всей территории проехать без каких-либо проблем. Также, если вы не любитель традиционного маршрута многих туристов, номер, ресторан, пляж, да, и в обратном порядке, то по территории отеля пролегает пешеходная дорожка длиной более трех километров. Поэтому вечерние прогулки после ужина, либо же утренние пробежки, здесь как бы это все доступно сполна. Вы видите по видео, что территория это просто ботанический сад, потому что садовникам здесь, ну не знаю, 10 баллов из 5 возможных, потому что все настолько ухожено, подстрижено, все цветет, все благоухает, нет абсолютно никакого чувства запустения, кажется, что каждый кустик вот вылизан, выстрижен, вычищен, это все очень сильно радует глаз. Очень много вот разных скульптур вы видели, таких интересных, много очень мест в отеле, где можно уединиться, например, какие-то гамаки или вот такие интересные качающиеся шезлонги, я только здесь такие видела, больше не встречала, то есть может быть вам захочется где-то с книжкой возле моря посидеть, то есть есть места и для тех, кто хочет уединиться, и для тех, кто хочет активностей. И, кстати, об активностях. Отель Летуния это отель для всей семьи и курорт для всех возрастов и категорий туристов. В этом году отель набрал очень сильную команду анимации, и если вы, например, едете с семьей, то развлечения будут доступны для всех абсолютно членов семьи, для мам и пап, бабушек, дедушек, детей. О детях вообще стоит отдельно сказать, здесь потрясающий детский клуб, который делится по возрастам от 4 до 7, от 7 до 12 лет, это уже для деток среднего возраста, да, и от 12 до 17 это будет уже такой как тинейджерский клуб. Анимация, программы по возрасту, вообще для детей, в принципе, детские стульчики, кроватки, детское питание в отеле, то есть детям здесь рады, дети здесь почетные, самые почетные гости в этом отеле. Если, например, у вас молодежная компания, вы хотите знакомств, вы хотите вечеринок, дискотек, тоже все это есть, в отеле есть дискотека, которая называется Moonlight, расположена она под действующим маяком на оконечности этого мыса, есть действующий маяк, и под ним проводится дискотека. Если вы едете парой, то я думаю, что вы наверняка оцените возможность поужинать со своей второй половиной на берегу моря, за столиком, который стоит прямо на песке. Это очень романтично, по-моему, да, и стоит это попробовать. В период нашего посещения отель был загружен на 10% всего от своей максимальной загрузки. Поэтому, конечно, полную картину всех развлечений мы получить не могли. Но, тем не менее, была и дискотека для взрослых, была и мини-диско для детей, были спортивные активности различные. Поэтому отель ждет гостей для того, чтобы показать все свои возможности. Так, что еще есть на территории? Это вот СПА, как раз у нас есть видео СПА. СПА работает абсолютно без проблем, можно пользоваться всеми услугами. Ну и, конечно же, знаменитый турецкий хамам и массаж в первый, либо же второй день. О нем, наверное, уже знают все. Это стоит сделать. Что мне очень понравилось в СПА в данном отеле, это то, что он расположен не в подвальном помещении, как во многих отелях, да, а он расположен вот на первом уровне. И когда вы после, например, процедур отдыхаете на этих мягких, красивых шезлонгах, то вы можете видеть территорию, можете видеть море. Из вот этого закрытого бассейна вы также можете видеть море. Видите, он такой условно закрытый. Вместо стен здесь окна. И очень приятно. Есть тренажерный зал, есть салон красоты, для кого это нужно. Поэтому тут все стандартно, традиционно, все работает, всем можем пользоваться. Так, теперь давайте перейдем к размещению, посмотрим номера, поговорим о том, где же живут гости в отеле Летуния, клаб-отеле Летуния. Здесь вариантов два. Как я уже сказала, выше. Это либо будет основное здание, либо это будет номер в одном из многочисленных бунгало. Вот на видео сейчас как раз-таки главный вход в отель. Так и не скажешь, правда, что он главный вход, потому что так все очень просто. Вообще, в принципе, в отеле Летуния все максимально просто и по-домашнему. Вы не найдете здесь помпезности какой-то, не найдете здесь роскошных интерьеров, каких-то золотых штор, изразцов и так далее. То есть будет все очень просто и уютно. Иногда даже возникает такое ощущение, что вы как будто бы на даче находитесь. Ну, безусловно, на такой очень комфортной даче, с вкусным питанием, с хорошим обслуживанием. Но вот такое настроение в отеле. Лобби. Есть бар в лобби, конечно же. И вот очень мне лично нравится в лобби вот эта открытая терраса с такими удобными креслами. Вид прекрасный на море. Вот видны здесь балконы номеров в основном здании. Значит, считается, что жить в основном здании как бы потише, чем в бунгало. Ну, я думаю, здесь, наверное, зависит от того, в каком именно бунгало вы живете. Просто вся зона активности расположена немного в другом месте. Вот как раз туда, в сторону бунгало. Поэтому, что касается номеров, теперь вот можно видео номеров нам, да, показать. Номера в основном здании. Они все с балконами и все с центральным кондиционированием. Все номера полностью были обновлены. Они, вот, как вы видите, абсолютно комфортный номер, светлый. Есть чайный набор в каждом номере. Есть халаты, тапочки. Есть косметика в ванной комнате. Поэтому, ну, то есть здесь все стандартно. Есть номера в основном здании побольше, есть поменьше. Здесь в зависимости уже от того, каким составом семьи вы приезжаете. Отель уже размещает вас либо в номере побольше, либо в номере поменьше. Ну, по как бы по основному зданию, в принципе, там таких нюансов каких-то особенных нет. Есть нюансы по номерам в бунгало. Этих бунгало по всей территории более 700. И в каждом бунгало по нескольку номеров. И вот, вот как раз, кстати, на видео номер побольше, который в основном здании. То есть, видите, он попросторнее для семьи 2 плюс 2. Вот диванчики раскладываются. Можно, в принципе, комфортно размещаться. Санузлы, опять же, могут быть побольше. Может быть, на самом деле, очень небольшого размера санузел. Так вот, возвращаясь к номерам в бунгало. Вот как раз-таки перед вами одно из бунгало. Есть номера с балконами и есть номера без балкона. Важно, что по стоимости эти номера никак не отличаются. Когда вы будете бронировать тур, то я, либо же мои коллеги, вы нам об этом расскажете, о том, что вы хотите балкон, либо не балкон. И мы уже будем направлять в отель ваши пожелания. Отель всегда обычно идет на встречу гостям, выполняет их требования. Важный тоже нюанс о том, как отель провел свой карантинный 20-й год, они обновили полностью все номера бунгало. Поэтому, если вы где-то раньше встречали отзывы о том, что номера старые, все, забудьте об этом. Все номера свежие, хорошие и можно без проблем туда ехать. Вообще, они все комфортные, что там, что в основном, что в бунгало. Светлые, в них приятно находиться, подушки удобные, матрасы удобные. То есть, все хорошо. Есть еще вариант размещения в виллах. Но это для больших семей, либо же компаний. Под запрос, конечно же, можно это все организовать. Теперь давайте скажем, скажу пару слов о еде. Можно поставить нам видео ресторанов. Самое важное, что по этому отелю нужно понимать, здесь три основных ресторана, что, собственно, понятно, да, учитывая его размеры. Здесь какое-то многочисленное количество баров по всей территории. Даже не пыталась запомнить, сколько их там. Здесь три а-ля-карт ресторана. Но самое важное, что отель Летуния – это отель, в котором всегда все очень хорошо с питанием. То есть, никогда не бывает на него нареканий. Питание домашнее, свежее, всегда вкусное. Здесь не будет изысканной какой-то кухни, здесь не будет морепродуктов каждый день. Но будет вкусно, хорошо, свежее и от души, что называется. Так, о чем мы еще с вами не поговорили? Конечно же, о пляжах. Давайте посмотрим видео пляжей. В таком огромном отеле три пляжа. Кажется, да, что их вообще должно быть больше, но на самом деле нет, их три. Все пляжи песчаные, а вход в море может быть как песок, так и мелкая галька. Но везде абсолютно вход в море очень удобный. Никаких проблем ни для детей, ни для взрослых. Не доставляет вход. То есть, вы можете выбрать пляж по своему желанию. Есть пирсы. И вот эта фишка перед вами на видео отеля. Это горка. Водная горка, с которой вы сможете съехать прямиком в море. Вот такого нет ни в одном. Больше отелей в Турции. Я не видела такого, честно говоря, больше. Поэтому места здесь на пляже точно хватает всем. Вы можете выбрать либо загорать под зонтиком, либо загорать в тени сосны. Мне однажды как-то мои туристы прислали такую фотографию, когда они загорают, а над ними тень от сосны, да, сосновая ветка. Говорят, вот такой у нас зонтик сегодня на пляже. И помните, я там выше вначале рассказывала о том, что есть очень важный нюанс по этому отелю. Вот он как раз касается моря. Значит, состоит он в том, что из-за своего местоположения, географического расположения, вода в море здесь в июле и августе может цвести. Ну, это есть, нехорошо, это неплохо. То есть это факт, о нем надо знать. Если вы выбираете отдых в данном отеле в эти месяцы, просто вы должны принимать этого внимания. И, кстати, если кто-то из вас в эти месяцы отдыхал в отеле Летуния, напишите, пожалуйста, в комментариях, как там дела обстояли с морем. Очень интересно, насколько это мешает отдыхать или, может, не мешает, наоборот, отдыхать. Сейчас все отлично, вода чистая, прозрачная. В сентябре тоже мои гости были очень довольны, никаких нареканий, по сути, не было на воду. Поэтому можно спокойно выбирать отдых в этом отеле до июля или после августа, без каких-либо вопросов. Если же, например, так случилось, что вот отдыхали, вы в этом отеле отдыхали, и все вам надоело. Вот везде вы на всех пляжах искупались, со всех горок съехали, на анимацию посмотрели, все рестораны посетили, хочется чего-то, чего-то другого, чего-то еще. Чем же еще можно заняться в отеле Летуния? Первый вариант. В отеле, как раз вот сейчас на фото видно, есть причал, с которого по определенному расписанию, насколько я помню, это было раз в час, но его нужно уточнять, безусловно, отправляется катер, лодочка до вот города Фетия, который виден буквально там за следующим поворотом. Стоимость этого проезда была, по крайней мере, 50 лир, это где-то 6 долларов в одну сторону с человека. Но опять же, может все меняться, уточняйте. И таким образом вы можете разнообразить ваш отдых в отеле, поплыть, например, на шопинг в Фетия, или же поплыть в какой-то ресторанчик, поужинать, да, свежайшим уловом, дополнив это там бокалом или несколькими бокалами вина. Вот таким вот образом можно поступать, да, в данном отеле. Это первый вариант. И есть еще одно интересное место, куда вы можете из этого отеля легко поехать. В где-то получасе езды от отеля расположено очень известное место под названием Олю Денис. Я уверена, что многие из вас слышали это название, возможно, кто-то там даже был. Это один из самых красивых пляжей Турции. Там есть знаменитая голубая лагуна, на которую все едут смотреть, в которой все едут купаться. Потрясающей красоты пляж, действительно. Но не только пляжем знаменита Лю Денис, а еще и своей горой Бабадак, с которой люди занимаются параглайдингом. То есть это вот те как раз красивые видео, когда на крыльях с инструкторами люди парят, получают невероятные кайфы, ощущения на всю жизнь. Я думаю, стоит однозначно это попробовать. Ну и как бы интересное видео в свой домашний архив тоже получить можно. Это то, чем можно заняться вне отеля. Итак, друзья, я рассказала вам сегодня последние новости об отеле, клаб отель Летуния. Я надеюсь, убедила вас в том, что отель хорошо пережил карантин, достойно из него вышел, не потерял свое лицо, держит марку. И знаете, вот на самом деле можно очень долго искать идеальный отель в Турции для отдыха с семьей, либо парой, перебирать варианты, ну и как бы не угадать в конце концов. А можно просто приехать в отель, клаб отель Летуния и понять, что вот здесь поиски можно завершить, что вот этот идеальный вариант. И вам на самом деле для этого нужно всего ничего, для того, чтобы там оказаться. Первый и очень важный момент. Вам нужно обязательно, если вы планируете отпуск этим летом, проверить сроки своих загранпаспортов. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что за время, когда все сидели дома, многие расслабились и забыли, что паспорта тоже имеют свои сроки годности, а самое важное, детские паспорта имеют меньше срок годности, чем взрослые. И у многих детей паспорта уже не актуальны. Поэтому обязательно проверьте сроки действия ваших паспортов, паспортов ваших детей. Это важно. И второй момент. Для того, чтобы оказаться в отеле Летуния, вы должны забронировать отдых в отеле Летуния. Как вы это можете сделать? Можно это сделать либо же по телефону, который вы видите на своих экранах, либо же в любом удобном для вас агентстве сети Агентств Горящих Путевок, либо же вы можете сделать это у нас на сайте самостоятельно, опять же по адресу, который вы увидите на своих экранах. И все. Уже через некоторое время вы будете находиться на берегу моря, в уютной домашней атмосфере, вдыхать аромат цветов, загорать в тени от сосны, есть вкусную еду, наслаждаться жизнью. Поймайте, я уверена, поймайте вот это самое ощущение. Все, я в отпуске. И мне тут очень классно и кайфово. На этом давайте будем, наверное, заканчивать. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас всех за просмотр. Увидимся с вами на канале Бомбарбия ТВ. И всем пока.